Добрый вечер, дорогие друзья. Особое удовольствие для меня быть здесь на урологическом и антрологическом конгрессе. Я считаю, что тенденция совмещать лекции врачей смежных специальностей в урологических направлениях это очень полезное и очень плодотворное направление. Особое спасибо профессору Жукову за его личный вклад в мое присутствие здесь. Когда мы делаем или решаем вопрос об биопсиях простаты это в общем-то и танец в котором нужны как минимум два человека уролог и патолог и мой взгляд как уроморфолога на проблемы ваши урологические я пытаюсь здесь в своем докладе показать. О значимости ракопредстательной железы в этом форуме нет особой необходимости говорить он занимает первое место среди всех раковых заболеваний по частоте в западном мире и второе место по смертности среди этих больных. Надо отметить, что вся уронкологическая патология занимает достаточно важное и серьезное место во всей онкологической заболеваемости в мире. В России ситуация несколько иная, но все равно рак предстательной железы занимает по частоте второе место среди всех раков и статистические данные опубликованные недавно профессором Аполихиным показывают постоянный и прогрессивный рост и частоты заболеваемости от этой патологии. Когда мы начинаем смотреть статистические данные чуть более глубоко взглядом морфолога, то возникает несколько вопросов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что диагноз рака предстательной железы подтвержден морфологически только лишь чуть более чем 90 процентах в среднестатистическом по России случаях, когда единственный способ точной диагностики является морфология. И я уже не говорю про более проблематичные районы, в которых такая диагностика составляет 45-70-75 процентов. Другой важный фактор в том, что около 50 процентов всего таких больных диагностируется на стадии раннего рака или локализованного, или раннепрогрессирующего, в то время как мировая статистика западной медицины показывает несколько другие цифры, когда у нас 99 процентов больных имеют пятилетнюю выживаемость, но это связано с тем, что почти 94 процента больных диагностируется на стадиях первой и второй степени, когда выживаемость пятилетняя практически 100 процентов. В ранней диагностике рака предстательной железы все факторы, которые существуют, можно разделить на две большие группы. Это факторы, которые не зависят от нас как врачей, факторы, которые зависят от самого больного, его стиль жизни, возраст, семейная история, его ориентировательность на сдачу PSA и так далее. И факторы, которые зависят от нас как врачей, которые в свою очередь можно подразделить на две подгруппы. Факторы, зависящие от уролога, какой вид биопсии делать, кому делать, кому не делать, какую схему биопсию простат применять и так далее и тому подобное. И факторы, связанные с патологом, который потом эту биопсию будет читать. Причем среди всех остальных факторов, связанных с патологией, главную и важную роль занимают опыт и лаборанта патологической лаборатории, и опыт и ориентированность самого патолога, который потом эту биопсию диагностирует. Когда уролог принимает решение о взятии биопсии предстательной железы, и я не говорю сейчас, не разделяю в рамках скрининговых программ или по другим показаниям, повышенной PSA в том числе, то кроме диагноза вы хотите от нас, от патологов, получить еще дополнительные ориентиры, как вести больного, лечить, не лечить, чем лечить, если принимается решение о лечении, получить какие-то индикации о том, как этот рак будет себя вести, его прогноз, прогностическую информацию. И также, если есть подозрения, но недостаточно для того, чтобы поставить диагноз, где и кому и когда делать повторную биопсию. В процессе обработки материала, поступающего, взятого во время биопсии, поступающего в лабораторию, все их можно разделить на несколько групп, преаналитическое, аналитическое и постаналитическое. И когда мы посмотрим все стадии преаналитического этапа, практически все они, как выбор больного, принятие решения о биопсии, подготовка больного к биопсии, взятие материала и транспортация его в морфологическую лабораторию, практически все они зависят и ложатся на ответственность самого уролога, делающего эту биопсию. Поэтому здесь очень важна роль уролога, чтобы он знал точно, что он делает и как он делает. Как вы все прекрасно знаете, предстательная железа состоит из трех зон, которые разделяются и анатомически, и морфологически между собой, имеют свое характерное строение, что вам важно знать в этом смысле. Каждая из этих зон имеет свою специфическую патологию, и, как мы все прекрасно знаем, большинство раков предстательной железы находятся в периферической зоне, составляют порядка 70%, но более 20% всех раков предстательной железы находятся в переходной зоне, которая не досягается обычным путем трансректальной биопсии. Понятно, что большое значение для ранней детекции рака имеет выбор схемы взятия материала. Уже давно отказались от простой шестицилиндровой, шестикоровой биопсии. Уже сегодня стандарт — это расширенная биопсия в разных клиниках по-разному, от 10 до 14 коров, что повысило резко процент диагноза рака предстательной железы от 25 до 40%. Сегодня мы уже можем говорить и про сатурейт, так называемую биопсию, которая чаще всего применяется при повторных биопсиях, но иногда и как первичная биопсия. Для каждого из этих видов или схем биопсий есть свои показания и противопоказания, точно так же, как есть свои показания и противопоказания доступу биопсий. Или это будет трансректальная биопсия, или транспиринеальная. Естественно, я как морфолог не буду вас этому учить, вы это знаете лучше меня. До 2000 года, когда патолог принимал материал на биопсию, в общем-то каждый из патологов делал то, что он считал нужным, согласно своему пониманию, своему опыту и своим взглядам на жизнь. И это привело к ситуации такой, что в 2000 году была опубликована очень интересная, на мой взгляд, работа, которая так и называлась, что клиницисты на Венере, а патологи на Марсе, и не было никакой связи между ними. И патологи, в общем-то, писали ответы, абсолютно не задумываясь о том, как урологи, как клиницисты, как потребители нашего материала будут это читать. Эта работа показала, что порядка 30% всех патологических ответов, связанных с общей онкологией, работа сделана на примере онкоурологов, онкогинекологов и онкологов общего профиля, порядка 30% всех патологических ответов не понимаются или не точно понимаются клиническими коллегами. И результатом этой работы были рекомендации создать какую-то коммуникационную связь между патологами и клиницистами, что может улучшить такую вот каверзную ситуацию, и разработка стандартных подходов в обработке и написании патологических диагнозов. С тех пор, начиная с 2000 года и до сих пор, каждые полтора-два года, были созданы такие протоколы. Первым из них был протокол именно по простатической железе, который до сих пор не потерял своей значимости. И эти протоколы относятся и к радикальной простатектомии, и, естественно, к игольчатой биопсии предстательной железы. На основании этих протоколов я буду сегодня, в общем-то, докладывать. Когда уролог делает биопсию, то первым и главным моментом является чисто физический перенос материала, полученного во время биопсии, в контейнер. О чем я, что я имею в виду? Как вы прекрасно знаете, биопсия делается специальным пистолетом, иголка, которая имеет такой желоб для взятия материала. Так вот, один тот факт, что если иголка недостаточно острая, или перенос столбика тканей простаты из иголки в контейнер с формалином может привести к тому, что этот столбик будет разорван на многие фрагменты, что, естественно, затрудняет нам работу. Чуть позже я объясню, почему. Второй момент — это решение о том, как доставлять материал в морфологическую лабораторию. Или это будет один контейнер, содержащий все 12 или 14 столбиков, или это будет разделение по контейнерам с точки зрения левая доля, правая доля, или по каким-то другим схемам, или каждый контейнер будет содержать отдельный столбик. При ситуации, когда несколько столбиков будут залиты в один парафиновый блок для подготовки гистологического среза, мы можем столкнуться с ситуацией, которая показана на демонстрационном слайде, что достаточно большая часть тканевого материала будет потеряна для исследования, и нет никакого другого пути восполнить эти потери. Почему это происходит? Обычно используется для биопсии иголка 18G. Это плюс-минус 1 мм диаметром кора, в то время как подушка парафиновая для приготовления парафинового блока составляет 4-5 мм. Если у нас есть фокус карциномы небольшой, а в последнее время мы сталкиваемся именно с такими случаями, то при фрагментации такого кора участок, содержащий кор, может быть или утоплен в парафин и не попадает в плоскость среза, или наоборот не дошел до плоскости среза. И тогда мы можем получить фальс-негативный ответ, что нет карциномы. Вторая ситуация, тот же самый принцип, тонкий кор диаметром миллиметра укладывается в подушку до 5 мм, и здесь важно положить этот кор в очень правильном горизонтальном состоянии. Почему это важно? Потому что мы знаем, что биопсия простаты, какой бы она ни была по количеству коров, она все равно представляет менее 1% всего объема простаты. Для примера, 12-кровая, которая сегодня очень стандартная биопсия, составляет меньше полупроцента всего объема. То есть мы имеем дело с очень минимальным количеством и объемом ткани. Так вот, если мы только нарушим эту ориентацию до 5 градусов, что, в общем-то, обычным глазом даже не видно, мы теряем порядка 40% всего диагностического материала для исследования. Поэтому очень важно, чтобы лаборант морфологической лаборатории был достаточно опытен в работе с таким материалом. Биопсия предстательной железы с точки зрения морфологии сегодня считается одной из самых сложных биопсий для чтения по нескольким причинам. Во-первых, как я уже сказал, мы имеем дело с очень ограниченным количеством ткани, первое. Второе, мы имеем дело с очень небольшими участками карциномы. И, несмотря на это, единственный способ поставить диагноз сегодня удостоверенный, это именно гистологический диагноз. И в то же самое время вы требуете от нас дополнительной информации, что же вам делать с больным. Поэтому, согласно всем и европейским, и американским рекомендациям, мы каждый корр должны принимать в отдельном контейнере и заливать его в отдельный парафиновый блок. И каждый корр должен читаться как отдельная биопсия. Есть дополнительные факторы для этого решения. Только такой способ может нам позволить получить качественный гистологический средств, что это самое важное для нас. Только такой способ приемки материала может вас ориентировать на точное место для повторной биопсии. Некоторые из онкохирургов утверждают, что ориентация, где находится карцинома, помогает им решить о виде выбора оперативного лечения, нерв-сперринг-серджери и так далее. Самым главным для патолога, для точной и четкой диагностики рака предстательной железы по игольчатым биопсиям, является получение качественного гистологического среза, наличие достаточного опыта у патолога и наличие иммуногистохимической лаборатории в случае, если такие краски необходимо делать. С точки зрения результатов биопсии, все ответы наши можно разделить на три больших группы. Позитивная биопсия, то есть есть рак, негативная, его нету, и подозрительные биопсии на карциному, но недостаточные для постановки диагноза. Что имеется в виду? Когда есть карцинома, понятно, что патолог должен вам дать и степень дифференцировки по глиссену в первую очередь, чтобы вы могли работать с этим больным дальше, но также вы должны потребовать от своего морфолога локализацию по корам, где эта опухоль находится, ее объем по отношению к общему объему ткани и наличие или отсутствие перинеевральной инвазии. Конечно же, если есть дополнительные патологии, как карцинома толстой кишки, нечаянно задетая, или что-то другое, понятно, что он тоже должен это отметить. Более интерес для нашей сегодняшней беседы занимают те биопсии, в которых рак не установлен, и вы получили ответ доброкачественной ткани. Я подчеркиваю, мы не можем официально писать доброкачественную гиперплазию по одной простой причине, что на игольчатой биопсии у нас нет архитектуры модулярного строения. Мы можем только констатировать факт, эта ткань предстательной железы доброкачественная или злокачественная. В эту группу патологий, кроме как нормальной простатической ткани, относятся также острое воспаление, гранулематозный простатит или ксантрогранулематозный простатит, и атрофические изменения. Особенно важно в этой тематике наличие острого или гранулематозного воспаления, потому что сами по себе эти процессы могут приводить к повышению PSA, и это дает вам пояснение того подъема PSA в клинической лаборатории, которое может быть у данного больного, на основании чего вы решили проводить биопсию. Но получив такой диагноз, вы должны обратить внимание на несколько дополнительных факторов. В первую очередь длина столбика предстательной железы. По договоренностям, если длина столбика предстательной железы менее 10 мм, менее 1 см, то вы тут же должны подумать, была ли биопсия адекватна. Кроме всего прочего, если в столбике есть только строма и нет ни одной железы, этот столбик, независимо от его длины, тоже считается неадекватным с точки зрения диагноза. Наличие таких двух факторов должно ориентировать вас на то, чтобы порекомендовать больному дополнительную повторную биопсию. И в этой ситуации вы должны понимать, что длина кора напрямую связана с уровнем диагностики рака предстательной железы. Чем она больше, тем лучше. Средняя статистическая длина в хороших лабораториях от 1,5 до 1,8 см, то есть до 18 мм, считается биопсия технически адекватной. Третья группа состояний, которые мы классифицируем как подозрительные, но недостаточные для диагноза, это то, что раньше мы называли АСАПы, Atypical Small Atsenal Proliferation. Сегодня мы этим термином не пользуемся, потому что это превратилось в корзину, куда было скидано все, что патолог не знал, что это такое. Это категория заболеваний, когда мы имеем дело с небольшим количеством желез, от 3 до 6-7 желез всего лишь, которые показывают какие-то критерии подозрительные для постановки диагноза рака предстательной железы, но недостаточные для четкого диагноза. Есть целый список состояний предстательной железы, как правило, доброкачественных или реактивных, которые могут делать мимикизацию ракового состояния. Поэтому в таких ситуациях мы должны быть очень осторожными для того, чтобы не сделать гипердиагностику, но и не призевать тот рак, который может. Есть с точки зрения морфологов очень много отговорок и очень много факторов для того, чтобы не сделать такой диагноз, но самое главное – это именно опыт самого патолога, который читает биопсию простаты. Именно поэтому количество биопсий подозрительных, но не диагностических для карциномы признано во всем мире как показатель критерии качества работы уропатологической лаборатории. Но здесь, обратите внимание, среди всего лишь трех показателей есть показатель, который связан с урологической работой, длина кора, как я уже сказал, как минимум 10 мм, как минимум сантиметра, и наличие такого рода подозрительных биопсий. Если мы всего лишь имеем дело с тремя процентами такого рода биопсий, это хорошая лаборатория с точки зрения уроморфологии. И если всего лишь 5%, то это уже удовлетворительно больше 5%. Это лаборатория, которая не знает обрабатывать биопсии предстательной железы. В таких случаях всегда вы, как потребитель нашей работы, должны попросить, потребовать от своего патолога сделать дополнительные блоки, сделать дополнительные срезы, сделать дополнительные краски. В конце концов, проконсультироваться с каким-то патологом, который имеет больше опыта именно в урологической патологии, и это в какой-то степени ложится тоже на вашу ответственность. Заключить свой доклад хотел бы своим личным отношением к этому делу. Как мы, патологи, и вы, клиницисты, должны взаимодействовать? Мы, в общем-то, зависим друг от друга очень сильно, и нам надо найти какой-то баланс в наших взаимоотношениях между клиникой и морфологией. Только так мы сможем жить комфортно, и поддерживая и помогая друг другу, мы можем развиваться вместе и дальше. Большое спасибо.